Традиционная районная августовская педагогическая конференция была посвящена теме «От национальных целей и стратегических задач к успеху каждого ребёнка». На ней были подведены итоги работы отрасли образования за прошедший учебный год, рассмотрены проблемные вопросы, найдены пути их решения, определены задачи на ближайшее время и перспективу. Большой интерес у прибывших на конференцию педагогов вызвала работа интерактивных площадок «Современная школа, учитель будущего, успех каждого ребёнка, цифровая образовательная среда». Самые целеустремлённые и восприимчивые к новинкам учителя охотно демонстрировали свой опыт, рассказывали и показывали, что у них уже получилось. В преддверии начала учебного года стараемся продемонстрировать всё новое, всё прогрессивное, инновационное, что может осуществиться в наших школах. И, соответственно, сегодня мы продемонстрировали лучшие практики, образовательные практики для учителей, для детей, для школ. Чем можно воспользоваться, какие использовать ресурсы, каким оборудованием можно воспользоваться для того, чтобы преподавание шло на современном этапе. В зале собрались руководители образовательных организаций и районных методических объединений, педагоги. Принять участие в конференции в онлайн-режиме смогли представители учреждений образования со всего района. Современное, качественное, доступное каждому образованию – это отличный ресурс для развития Кубани и всей России. Но для того, чтобы образовательные возможности притворились в жизнь, всем занятым в этой отрасли нужно серьёзно поработать. Глава Славянского района Роман Сенеговский обратился к участникам конференции со вступительным словом. Он подчеркнул важнейшее значение отрасли, где в учреждениях работают квалифицированные и творческие сотрудники и поблагодарил педагогов за успешную работу в условиях пандемии. Хотелось бы вам сказать большое спасибо за то, что все мы справились в условиях пандемии. Полгода нам приходилось работать по-другому, скажем так. У нас получилось. Мы, слава Богу, не распространили инфекцию. В районе большое внимание уделяется улучшению материально-технической базы образования. Тщательно готовятся к новому учебному году. 92 образовательных учреждения мы подготовили. Это и школы, и детские сады, и спортивные школы, и центр дополнительного образования. Мы освоили более 60 миллионов рублей. Основные объёмы работ, которые нам удалось с вами сделать, это выполнены ремонты крови в трёх школах и трёх садиках. Установлены новые окна в шести детских садах, в двух школах. Выполнен капитальный ремонт актовых залов в двух школах. Капремонт инженерных сетей в 18 школах и двух садах. Ремонт освещения в пяти образовательных учреждениях. Роман Сенеговский сказал, что необходимо проанализировать итоги работы за прошедший год, сделать работу над ошибками и, поставив перед собой новые задачи, уверенно идти вперёд. С обстоятельным докладом по теме конференции выступил заместитель главы района по социальным вопросам Виталий Титаренко. Он отметил, что время сейчас бежит стремительно. Всё меняется как в жизни, так и в образовании, которое должно соответствовать изменяющимся жизненным реалиям. Нужны перезагрузка и поиск новых подходов, чтобы воспитать по-настоящему образованных и социально активных молодых людей. И школа не должна ограничиваться проведением урока, преподаванием того или иного предмета. Педагоги, которые просто приходят выдать материал, это, конечно, не история сегодняшнего дня. Сегодня нужны заинтересованные, способные участвовать, сопереживать, уметь направить в нужное русло ребят-педагоги. В конечном счёте всё определяется тем, какие в образовательном учреждении педагоги, как идёт их профессиональное становление и рост. Кадры решают всё. Я говорю об этом на каждой конференции. Кадры в отрасли образования должны быть профессиональными. Задача муниципального масштаба, это в условиях реализации регионального проекта «Учитель будущего» растить кадры именно на местах, обучать и привлекать специалистов в отрасли. Начальник управления образования Славянского района Оксана Дорошко, отметив в своём выступлении лучших учителей и учащихся, не обошла вниманием и проблемы, призвав активизировать работу по повышению профессионального мастерства педагогов, привлекать молодых специалистов, ведь за ними будущее отрасли. В завершении своего доклада я хочу сказать, что проблемы, которые нашли в нем отражение, и те, которых мы сегодня лишь слегка коснулись, или не коснулись вовсе, сложные. Но нам с вами по силам их решить. Я в этом уверена. Мы справимся. Я благодарю вас за интересный и насыщенный событий МИГОД. Впереди нас ждёт новый учебный год. Пусть он будет для всех нас плодотворным, ярким, насыщенным и интересными событиями. Пусть ваши планы реализуются. Председатель комитета Законодательного собрания Краснодарского края по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский высоко оценил актуальность озвученных докладов. Он сказал, что период дистанционного обучения прошёл достойно и поблагодарил за эту работу. Но всё же школа – цена прежде всего с живым общением учителя и учеников. И этому нет альтернативы. Я вижу, Роман Иванович, что районная власть наделяет серьёзнейшее внимание развитию сети и укреплению материалитической базы. Заместитель и руководитель управления образования верно видят задачи. Коллектив боеспособный. Родительское общество – самое активное. Дети у нас самые замечательные. Что нам мешает, несмотря на все препятствия, сделать этот год успешным. Кроме того, прозвучали доклады о роли территориальной профсоюзной организации в решении задач нацпроекта образования и целевой модели развития дополнительного образования в районе. В рамках работы конференции было отмечено, что основной задачей остаётся создание безопасных условий воспитания и обучения детей. К началу нового учебного года из средств резервного фонда района и краевых средств были приобретены рециркуляторы, санитайзеры и средства индивидуальной защиты. И руководители учреждения образования и учителя полны сил и уверены, что смогут обеспечить необходимый уровень обучения. Мы готовы, школы готовы к тому, чтобы принять детей 1 сентября. Мы создадим все условия во всех школах района для того, чтобы детям было комфортно и безопасно. Всем, что необходимо для безопасного и комфортного пребывания в школе, мы обеспечены. Большое спасибо муниципальным властям. Мы очень ждем, когда же мы уже вернемся к нормальной работе, к школе, к детям, к родителям, чтобы не просто онлайн через компьютер, через экран телефона с ними общаться, а вживую, чтобы можно было обсудить какие-то вопросы, а не просто посвятить время учебе. Конечно же, те задачи, которые стоят сейчас перед нами, это очень амбициозные задачи, поскольку действительно все образование на пороге глобальных изменений, изменяются подходы в целом. Что касается нашего дополнительного образования, это подход, который уводит и финансирование будет по-другому осуществляться, и управление организациями будет осуществляться по-другому. И все это в основе всего, во главу угла ставится ребенок и его потребности. То есть ребенок должен быть адаптирован к жизни и получить профессионные, в первую очередь, какие-то навыки, выбрать свою профессию в дальнейшем успешную, которая будет востребована в нашем обществе. Августовская педагогическая конференция стала точкой отчета новых дел в образовании, новых надежд и свершений. Есть у отрасли отличный кадровый потенциал. Самое главное – не успокаиваться на достигнутом и все время искать новые творческие подходы, чтобы идти в ногу со временем. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События».